Адана Raspberry Pi RP2040 Итак, это Raspberry Pi Pico компактная плата для разработки, имеет USB-порт, светодиоды и прочее. Мы поговорим о RP2040, о основном чипе этой платы. Это первый собственный кристалл фирмы Raspberry Pi. Он имеет все виды шины устройств, которые можно ожидать, и такие замечательные вещи, как PIO. Мы поговорим о нем позже. Допустим, вы хотите запрограммировать этот чип, большинство просто взяли бы CSDK или, может быть, MicroPython. Я люблю делать по-другому. Поэтому я буду программировать его на АДе. Это значит, нужно начинать с нуля. Мы ищем документацию, дейтэщит. Она выглядит вот так. Тут, вверху, есть базовый адрес и список различных смещения. Это все ячейки памяти. Чтение и запись в них имеют побочные эффекты. Так, например, запись в этот регистр выставляет выходной сигнал в зависимости от бита. У вас есть один бит для каждого контакта. Запись в него единица выдает высокий уровень, а нуля – низкий. Все просто. Итак, если мы выразим это в коде, вот что у нас получится. Мы определяем тип массива логических значений, и мы расположим его по некоторым разным адресам, а затем мы сможем управлять нашими светодиодами как угодно, насколько позволяет частота системы. Это выглядит отлично и довольно очевидно передает наше намерение. И вы можете в точности видеть, как это отображается на железо. Но вы можете себе представить, как утомительно и чревато ошибками копирования этих значений из документации. Если вы копируете и вставляете адреса целый день, то, вероятно, когда-то ошибетесь. Кажется, должен быть способ получше. Информация о расположении и смещениях существует в виде XML-документа и называется он SVD. Он содержит ту же информацию, что и документация. Существует инструмент под названием SVD-туада, который может взять SVD-файл и превратить его в набор определений на языкеада. А это спецификация представления для типа, представляющего регистр. Если мы используем данные из SVD, нам больше не нужно копировать адреса из документации вручную. Но, как всегда, с автоматизацией результат читать нелегко. У нас теперь много повторений. Вам приходится делать странные сдвиги бит, потому, что SVD-туада не знает, какие из битовых полей нужно отображать логическими значениями. Например, слово шириной в 30 бит записывается как Uint30. Кажется, должен быть способ сделать еще лучше. Поэтому я написал библиотеку RP2040HELL. Здесь есть замечательный пакет RPGPO, в котором определен контакт ГПО. Здесь у нас есть контакт 29. Мы можем настроить его на вывод и затем переключать его. Код получается очень лаконичным. И этот под переносом на другие микроконтроллеры, которые имеют тот же интерфейс. К этому же мы стремимся. Да, мы хотим, чтобы со всем, что есть на чипе было бы так же просто. Ну вот это, то, что я сделал. RP2040 имеет два ядра и общий отладочный интерфейс, поэтому используется Multidrop расширение SWD, которое не поддерживалось отладчиками, когда чип был выпущен. Теперь все уже изменилось. Но в тот момент мне пришлось скачивать их заплатки для OpenCD, чтобы оно работало. На это уходило время. Грубо говоря, это то, через что вам нужно будет пройти, чтобы заставить работать еще один ARM чип. Я не хочу останавливаться на этом очень подробно, потому, что это видео скорее о том, как запустить АДУ на RP2040. Это довольно простое дело. Я написал блог, как я делал это. Если вам интересно, то вы можете почитать мой блог. А вот Чубак из Твиттер, Джон Макмастер, взял немного кислоты и растворил верх чипа RP2040, чтобы посмотреть, что внутри и выложил красивое фото. Можно видеть, большие блоки внизу, это оперативная память. В середине целое море логических элементов, а по краям цепи питания и прочее. Также интересно то, чего здесь нет, а именно, что RP2040 не имеет сопроцессора для плавающей точки, так же как и флэш памяти. Вместо этого он использует ZIP в верхнем левом углу, с помощью которого внешний флэш подключается по SPI и отображается в памяти для исполнения. И это бросает нам следующий вызов, использовать АДУ во второй стадии загрузчика RP2040. На этом этапе загрузки нужно настроить доступ к внешнему SPI флэшу, но контроллер не знает, как это сделать, пока мы не научим его. Для этого загрузчик считывает небольшой код настройки, очень медленно, в режиме совместимости он читает всего 256 байт и исполняет их. Вначале я использовал код на ассемблере, предоставляемый REST-PRI-PY. Но мне очень хотелось заменить его на АДУ, но в основном для того, чтобы доказать, что я могу, но также потому, что ассемблер тяжело читать. Вот как я пришел к этому. Итак, Даниэль Кинг на GitHub и GitHub помог мне с этим. Вышло, правда, не идеально. Я бы хотел иметь что-то вроде спецификации представления записи для всех этих регистров, но, ввиду жестких ограничений, есть лишь 256 байт для кода нет стека, нет памяти, нет ничего. В итоге мы посылаем константы в нужные регистры. Вот что мы сделали, чтобы заставить работать вторую стадию загрузчика. На этой стадии настраивается флеш-память. У нас есть несколько версий кода для разных флеш-чипов. Мы поддерживаем наиболее часто встречающиеся чипы. Следующий вызов кроется в постоянной памяти. Ранее на картинках мы видели, как расположены различные составляющие в центре чипа и что они делают. Что нам бы действительно хотелось бы позаимствовать, это библиотеку плавающей точки. Вместо сопроцессоров постоянной памяти есть библиотека работы с плавающей точкой на ассемблере, оптимизированная вручную. Но, чтобы использовать ее, нужно вызывать функции по адресам заданным в заголовке флеш-памяти. Нам нужна таблица отображения. Читая это, кажется, что не все так плохо. Из флеш-памяти вы достаете заголовок, указывающий на постоянную память с помощью адресов и смещений. Затем мы объявляем функции для вызова, которые работают с этим отображением. Может показаться, что это будет работать, но заголовок расположен по нулевому адресу. Проблема в том, что GCC считает, что любое обращение по нулевому адресу это ошибка. Вместо ошибки во время компиляции он просто создает неправильный код. Если вы не используете оптимизацию, со 0 все работает. Но со 2 или даже со 1, вместо чтения из постоянной памяти, он делает неверный код, что просто тупо. У меня ушла неделя, чтобы найти ключ, запрещающий это делать. Я думаю, что это относительно безопасно для Ады, где мы можем использовать ограничения для ссылочных типов, и особо не волноваться, поскольку язык проверит все за нас. Хорошо, это плата RP2040 от Adafruit. Raspberry Pi также продает чипы RP2040, а не только платы Pico. Несколько разных производителей сделали свои платы разных типов и наполнения на основе чипа RP2040, и у Adafruit есть своя в свойственном им формате распиновки. Они выпустили свою плату на RP2040. Она даже несколько лучше Pico. У нее есть USB-C вместо microUSB, есть зарядка для батареи и цветной светодиод. Ее можно рассматривать, как улучшенную версию Pico. Перенос кода на нее, как вы понимаете, очень прост. Вы просто меняете номера нужных контактов и готово. Ну так задумывалось, но оказалось немного хитрее. Когда я писал драйвер RP2040, я просто скопировал числа из спецификации. Там написано, что часы должны быть в диапазоне от 1 до 15 МГц. Поэтому, я определил подтип, как 15 МГц. Но документация Adafruit говорит, что плата имеет частоту 24 МГц. Позже, когда я писал код поддержки этой платы, я поставил 24 и компилятор указал на ошибку. Ведь спецификация говорит, что так нельзя. Это очень крутой пример применения ограничений подтипов, позволяющих найти настоящую ошибку в коде до того, как код попал на плату. Я обратился в Adafruit и они подтвердили, что ошибка прокралась в документацию. В реальности плата имеет кварц на 12 МГц и они исправили это. Это моделирование схемы внешнего генератора. Справа то, что находится на чипе RP2040, а слева то, что на плате. Суть тут в том, что требуется некоторое время для стабилизации работы кристалла после подачи питания. Для платы пика это занимает миллисекунду. Интервал небольшой и есть отдельный регистр, настраивающий генератор на RP2040. Если мы настроим его на 1 МГц, то нет проблем, по какой-то причине у платы Adafruit это длится намного дольше, возможно там больше емкости или индуктивность, я не знаю. Но времени нужно больше, нам нужно настроить задержку на 64 МГц для этой платы. Возможно это понадобится и на других платах. Я не совсем понимаю, что там происходит, но мы изменили значение по умолчанию и теперь это будет работать. Библиотека RP2040HELL работает с разными библиотеками времени исполнения. Если вы не в курсе, то Ревинскор имеет задачи и динамическое распределение памяти, а легкая библиотека и ZFP не имеют этого. Там есть только ваш код, и если вы хотите задачи или что-то еще, это ваши проблемы. А Ревинскор хочет контролировать все прерывания, он их обрабатывает и решает, какая задача получит управление, когда сработает прерывание. В легкой библиотеке у вас нет задачи планировщика или чего-то еще. Реализация просто не мешает вам обрабатывать прерывания, но Ревинскор зато более продвинут, имеет планировщик и свои обработчики. Поэтому нам нужно предоставить одинаковый интерфейс для всех библиотек, поскольку драйвером нужно обрабатывать прерывания. Вот Фабьян написал USB стек для встраиваемых устройств. Весь стек написан на АДИ, это очень круто. На чипе RP2040 есть аппаратный USB контроллер, он сделан компанией синапсис и документация у него не очень хороша, в результате приходится догадываться о разных деталях и подглядывать в другие реализации, как они работают. Да, эта работа оказалась сложной. У данного чипа набор инструкций ARM6M и в нем нет атомарных операций, которые очень нужны для многоядерного чипа. Но у RP2040 есть некоторые аппаратные возможности, вроде аппаратной блокировки и FIFO-шины между ядрами для обмена сообщениями, барьеры. Но я не хочу завязываться на это слишком сильно, потому что это не нужно в большинстве приложений. Например, если вы работаете с USB-устройством, то вы обычно делаете это с одного ядра. Для Рывинскор у вас будет задача, а в другом случае это будет главный обработчик, который общается с нужной периферией. В результате проще отключить глобальный обработчик прерываний и обрабатывать их на одном ядре. В основном это так и работает, но я думаю, что решение о том, как устроить многозадачность, должен принимать разработчик приложения. Вы можете использовать свои защищенные типы, блокировки или спинлоки, как хотите. Пайоу или программируемый ввод-вывод является одной из наиболее интересных возможностей RP2040. Один из разработчиков Raspberry Pi назвал его шейдерами ввода-вывода. Вы понимаете, о чем тут речь, если знакомы с графическими шейдерами. Такие маленькие конечные автоматы с десятка инструкций, каждая из которых может делать ввод-вывод за один такт, очень быстро. Это можно применить, например, для реализации последовательных протоколов на стороне Пайоу, лишь с незначительной помощью CPU. Исполнение будет асинхронным и чрезвычайно быстрым. Мы хотим это поддерживать. Итак, сначала нужно заставить их ассемблер генерировать код на АДе. Это не так сложно. Достаточно лишь исправить их шаблон, чтобы получить массив из кодов инструкций. Затем добавить в библиотеку возможность записи этого массива в Пайоу устройство и запустить его. Пришлось настроить Пайоу правильно, чтобы все заработало. Вот приблизительно и все. Если вам интересно, то этот код мигает светодиодом, используя Пайоу. Немного сложновато, но для некоторых приложений это то, что нужно. Моя библиотека имеет множество тестов. В январе я решил, что API достаточно стабилен, выпустил первую версию и взялся писать модульные тесты. Я не думаю, что когда-нибудь покрытие тестами будет 100%, но не спеша мы уже имеем 50% покрытия всей библиотеки. Кто не знает, так выглядит вывод ГНАТ КАВЕРИТШ. Красивый график, где зеленым отмечено покрытие тестами. Красным оставшаяся часть, а вот на оранжевом остановимся подробнее. Это покрытие операторов принятия решений. Оранжевым отмечены сработавшие операторы, но в них есть еще непроверенные условия. Тут CS-Ready никогда не было ложным. Другими словами, этот АЦП всегда готов. И в такой ситуации, по-хорошему, нам надо бы протестировать, что будет, когда АЦП не готов. Но, здесь вы больше тестируете железо, чем код, а я больше заинтересован в тестировании кода. Поэтому я не думаю, что мы когда-нибудь достигнем 100% покрытия, поскольку подобных ситуаций довольно много, чтобы их все тестировать. Что будет дальше? Вот выдержка из спецификации. Как видите, возможно будут чипы с другим количеством ядер. Или даже с другой архитектурой. Возможно появится флэш-память, что было бы приятно. Чтобы не выпустили в дальнейшем, я собираюсь поддерживать это. Интересно, что и Бен Уптон, генеральный директор Raspberry Pi, сказал, что они работают над версией чипа для автомобилей, который, как минимум, будет работать в другом диапазоне температур. Посмотрим, получится ли у них сделать что-то более надежное. Спасибо всем за просмотр. Документация доступна на сайте. Слайды есть онлайн, а меня вы можете найти на GitHub и Twitter. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok